Уберу Варлока. Первый пик. Наверное, худшая карта на Рубиан Эк, потому что вроде как требует активации, и не такая же прям умба. Вот, поэтому от неё откажусь. Что лучше, Сифон Соло или Стампини Кода? Это довольно интересный вопрос. Наверное, Стампини Кода я люблю немного больше, потому что это всё же тушка, а Сифон Соло, ну да, здорово уничтожать каких-то его больших существ, но, как правило, периодически оно не сильно-то и требуется. Стампини Кода, и он... не знаю. Наверное, Кода всё же лучше. О, Солфайр больше не такая крутая карта, и единица это примерно в миллиард раз больше, чем ноль. Поэтому от Солфайра мы, наверное, откажемся, скажет Круседер, намного лучше. Культмастер неплох, но... Культмастер, пожалуй, единственный дроу-карт, который на Варлоке крутой. Да, каких-то там гномиш-инвенторов брать, но это уже не очень круто. Потому что в любом случае твоя херобелка делает то же самое. Вот, поэтому такое. Ну, я в любом случае возьму здесь карту Круседер. Здесь я возьму Повер Эвервелбинг, потому что это явно лучше, чем Суккуба, которая слабая-слабая, потому что 3 здоровья, и разменивается с 3-2. Очень просто, что не есть здорово. Вот, Дрейн Лайф это тоже слабовато есть у нас, для примера, теперь уже паладинский, как его, Силов Лайт, так он называется, Силов Джастис. Не помню, но наносит тоже 2 урона, восстанавливает 4 здоровья и стоит 2. Вот, та карта неплохая, эта карта слишком дорогая для этого херобелка, поэтому от нее отказываемся. Берем Повер Эвервелбинг. Шторм Чемпион, да, лучшая карта без вариантов, потому что Корхенд имеет еще и меньше здоровья, при этом не делает ничего, не имея никакого принта. Тем более 5 намного меньше, чем 6. Поэтому от этой карты отказываемся элементарно. Здесь 0 в атаке и вообще за четверку вытаскивать 0-4, это довольно расточительно. Поэтому берем Шторма. Интересный выбор. Мне кажется, худшая карта здесь все же Рейджин Ворген. Потому что как-то забавить его слишком мы на Варлоке не можем. Ну, теоретически Повер Эвервелбинг нам может много дать с Рейджин Воргеном, но это все же пока единственный комбо. Вот. Поэтому, наверное, я от него откажусь. Сулфайр... Ну, на единице это, конечно, не очень. Мне кажется, я все же возьму 2-3 в стелсе. Я считаю, что стелс дает очень много для двойки. Поэтому я возьму его. Да. Ну, еще один скажет Крус Эдера. Явно лучше, чем другие две карты, потому что 2-3 за 2 это точно такой же Ривер Краколизм. Баттл Крэйн не сработает никак. Рейд Лидер это та же самая собака, только стоит на единицу дороже. Собака неплохая. Это ужасно. Здесь я возьму Гризли. Потому что это, по сути, то же самое, что 4-3. Ну, да, там дороже, но и карту не дискардает, что вполне себе приятно, на мой взгляд. Да, Гризли немного лучше, чем Сукуба, мне кажется. Хотя Сукуба демон там. Мне же Малганус сейчас придет. Ну, я же чувствую его. Не знаю. Не, ладно, я возьму Гризли. 1-2 и вообще не серьезно, и не делает ничего на поле боя. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, что брать здесь? Присца Велун, да, может немного полечить, что для Варлока важно, но все равно статы у нее ужасные, поэтому от нее откажемся. А вот Блудымп или Войт Валкер, вот это выбор. Если бы у меня были собаки, если бы у меня были Шаттер Санклерик, то я бы взял бы Войт Валкера. Пока у меня их нету, я возьму Глуднымпан, наверное. Мне больше нравится. Здесь... У меня нету особо демонов, поэтому Войт Кайлер не прям уж мечта, пик. Я его, наверное, все равно возьму. Просто надеюсь, что все же пока 8 карт, 9 карт, да, и у меня какие-то демоны еще зайдут. Демонов все же добавили еще чуть-чуть. Вот. Присца Велун, опять мы это видели, не серьезно. 5-2 за 6 вообще не серьезно. То есть, что мы будем ей, ну, только добивать, да, ну и нафиг. Малегас худшая легендарка здесь. Очень дорогая и... Ну, не так много заклинаний, как обычно у Варлока. Тем более мы отказываемся от Сулфайров, которые, да, стали более, да, дорогие. Поэтому Малегас вообще нет. Керн или Фоэ Риппер 4 тысячи. Вот это интересно. Я считаю, что Фоэ Риппер довольно хорошая легендарка. Особенно, ну, когда нет у тебя АУЕ какого-то. Ну, правда, в любом случае, только во время... Вот если бы он еще отвечал бы АУЕшкой, то был бы вообще имба. Но, к сожалению, он не отвечает. Он только тогда, когда атакует рядом стоящим, наносит урон. Мне кажется, поэтому все же Керн немного лучше, чем Фоэ Риппер. Ну, реально, вот... Если бы он отвечал, это была бы просто ТОП-легендарка. А так... А так я очень рискую и не ударить им. Да, я возьму Керна. А вот здесь возьму Культмастера Мэд Сайнтиста. Секретов нету. Он нам не нужен совершенно. А Рейдин Ворген... Ну, у нас хватает троек, поэтому еще одну 3-3. Унылую нам особо брать не хочется. Культмастер, говорю, опять... Единственное ядро, по сути, которое и нравится мне на Ворлоке. Культмастер. Да, Керн дешевле. И за это и стоит его взять. Здесь Вод Калер довольно простой. У нас есть первый, поэтому получается... Такая немного видоизмененная версия Керна. Которая требовательна от твоей руки. Ну, что в любом случае, довольно неплохо. Да, Дезратл этот нам не нравится. То есть, взять одну карту, это не так здорово. Для Ворлока именно. Но спелл дэмэдж нам не нужен. 2-2 и слабо. Конечно, Шреддер, Шреддер лучше всех. С Шреддером нас ждет успех. Берем его. Хотя и Демон Файр теоретически нам может помочь. Повер-овер-ван. Но Шреддер лучше всех. Я считаю, что Дарк Бомб лучше, чем Сулфайр. А вот у меня такое сейчас убеждение. Я не знаю, может быть, я ошибаюсь. Но сейчас я... Для меня эта карта кажется более ценой, чем у тебя. Второй Культмастер... Не знаю. В принципе, можно, конечно. Но не очень-то и здорово. Роза Фрэн Хантер, но тоже слабовато. Да, тем более каких-то у нас... Ну, Шторм есть, ладно. И, в принципе, для Культмастера первого тоже неплохо. Роза Фрэн Хантер. Прямо, чтобы я прям это любил сильно-сильно. Да нет. Плохая довольно тройка. Да, наверное, я возьму Культмастера второго. Хотя я не очень этому рад. Демон Фаер тоже разумно взять. Но все же три демона маловато. Было бы пять, я бы, наверное, взял. Давай, Культа. Уз или Йети? Такой вопрос. Мне кажется, я возьму Уза, потому что у меня всего одна двойка. И, как бы, а четверок у меня много. Поэтому, ну, как бы, тем более я играю за Варлока. Мне очень важно занять сразу стол и держать стол. Поэтому я беру именно Уза. Найт Блейд худшая карта здесь. 4-4 за 5 слишком слабо. Здесь я возьму Сэн Джина. Потому что, опять же, как-то забафать Войт Валкера у меня нечем. Арджин Сквайр слабовато. Опять же, требует какой-то баф. То есть, эти карты, они, по сути, одинаковые. Арджин Сквайр и Войт Валкера. Они обе требуют какого-то забафа. Забафа нету, беру Сэн Джина. Очень простой Ворген. Опять же, пытаемся занять стол. С удовольствием его занимаем с помощью Воргена. Карта из-за 5 хп. Слабая 4-4. Сполагаемость нам сильно не нужен. Тоже не очень круто. Ну, наверное, Сильвермон Гвардиан. Потому что, ну, как бы, Мурлоки. Зачем нам Мурлоки? Бесполезные, жалкие Мурлоки. Да, давай его возьму. И еще одна легенда. Ну, наверное, Килл Тузет. Не, наверное, а точно Килл Тузет. Потому что другие рядом карты с ним не ставят. Хотя, может быть, там Алекстраза как-то нам поможет. Но, нет. Грул все же тоже такой слабовательный пенек. Тузет имба. Здесь, наверное, довольно простой Холл Файр. Хотя у нас очень много четверт набирается, что мне не нравится совершенно. Что поделать? Холл Файр все же... Какое-то АОЕ, что вполне хорошо. Учитывая то, что у нас не так уж много там единиц, двоих, троек. АОЕ мне, скорее всего, понадобится. Наверное, Сукуба, учитывая то, что у меня есть два вот Каллера. Да, довольно простая Сукуба. Сенс Демон, ну, так себе. Не очень-то здорово. Не так уж много у меня демонов. Тем более, Демон у меня не очень сильный. То есть, 3-4, 4-3 максимум, что у меня есть. Слабовато. Райфл Ман недостаток. Мне это не нравится. А, наверное, Unstable Bull. Хотя она играет в минусы с Блоддембом. И с Воргеном играть в минусы. И уже мне не очень хочется Unstable Bull брать. Потому что еще и со Скадет Крассейдером она играет. Да, я возьму, наверное, все же Арджин Сквайр. Да, комбо нашел бы. Да не очень-то это же прям мечта. Сенс Демон. Так просто у меня будет хоть двой какая-то. Да, я возьму, наверное, Арджин Сквайр лучше. Чем Unstable. О, Флайм Имп. Топовая карта для Варлока. Учитывая, что раньше вроде как думал, что лучше Сол Файр или Флайм Имп. Сейчас уже не думаю. Сейчас точно есть Флайм Имп. Там крутой. Брюмастером. Никого можно забрать Брюмастером? Никого. Ну ладно, 3-2 за 2 это уже лучше, чем что-то другое. Ну, может быть, Хелл Файр лучше. Теоретически. Но нет, я думаю, я все же лучше возьму Убрюмастера. Здесь очень простой Силер Ханг Найт. Пятерок у нас мало. Это хорошая пятерка. Вот. Можно было бы, конечно, Слайш Этинг Булли взять, но нет. Силер Ханг Найт лучше всех. О! Две новые карты, но они обе, мне кажется, сильно проигрывают. Ну, как сказать. Это явно сильно проигрывает. Это то же самое, что Армор... Какое? Ну, короче, варовская двоечка, которая тоже 1-4, которая тоже тебе восстанавливает ХП. Да, и вот эта карта без забафа, она ничего не делает. Все же есть 2 вольт калера, поэтому Думгвард вообще без вариантов. Это, ну, как-то так. Уж особо, что, бафы для кого? Для Шторма, да, хорошо баф. Я имею в виду с память, с импами. Не бафать, а с память импами. Вот. Я возьму Думгварда. В любом случае, лучшая карта здесь. Нужен ли мне Варголем? Мне кажется, я лучше возьму двойку. Вот, как бы, Ривер Краколес, который имеет спринт хоть какой-то полезный. Да, давай. Почему единственное? У меня Хеллфайр уже есть. Так что он не единственный. Если я возьму Хантот Крипер. Да, лучшая двойка. А Калит, не, у меня уже есть два культа, мне не нужно больше дроп. Этой карты не сработает. Наверное, я возьму все же Shadow Flame. Но Дживс мне не нужен. Да, Дживс мне не нужен. Хотя он может нормально играть. Но в любом случае, я не вижу, что у меня колода прям мега-быстрая. То есть, сильные приседания в тройках и много четверок, это говорит о том, что она не мега-быстрая. Хотя я и запамить какую-то вначале могу, что плюс. Вот. Вот этот парень, тоже я как бы в нем сильно нуждаюсь. Shadow Flame, ну, теоретически пойдет. Вторая Ауя. Да, давай я возьму Shadow Flame. Ну, колода мне эта нравится явно больше, чем предыдущая колода шамана. Две легендарки очень крутые, безусловно. Вообще, неплохие пятерки. Отличная семерка, да, Шторм. Приседаем в тройках, но ладно, в принципе, в тройке. Ну, Гризли условно неплохой. Ну, Гризли нормальный, ладно. Скарлетт Крусседер крутая. Двойки единицы достаточно, то есть, поспамить можно. Комбо по Вер-Авер-Веллнам плюс Shadow Flame есть, что тоже здорово. Четверки. Ну, четверки не очень, конечно, крутые. Кроме пилота Шреддера и Сен-Жином, в принципе, поставить особо нечем. Ну, ладно, Silver Moon Guardian такой себе, условно. Ну, мне кажется, мне нравится, на самом деле, колода. И она устраивает. Вперед. Субтитры создавал DimaTorzok